движемся дальше про сферу регулирования мы с вами поговорили 44 закона теперь поговорим немножко терминологии опять же как она на практике для нас на что влияет как отражается на нашей жизни начали заказчики заказчики в сорок четвертом законе изначально вообще в заказчики в госзакупках это бюджета получатель бюджет получать для нас две категории помните какие казенное учреждение да и это это уже уровень власти они не кто создает казенное черты в общем и целом кто от муниципалитет государства а ими кто-то там посажен руководить администрация да то есть это органы власти органы местного управления по сути то они конечно тоже по организационной правоформе как учреждение как учреждение они к ним применяются правил учиться на самом деле является отдельным видом юрлиц органы власти и казенные учреждения являются прямым получательным бюджетных средств свойства прямого получать вот вы пришли в организацию и не видя ни устава ничего как узнать в бухгалтерии вы получаете бюджетных средств или нет задаем вопрос собственность как раз не влияет потому что есть те кто по собственности государственные они даже не в сорок четвертом а в 223 законе вообще и 44 не касается получателям как определить спрашивал бухгалтерии смета есть бюджет если есть бюджетная смета если есть кассовый план значит точно мы попали к бюджета получать той организации которая напрямую финансируется из бюджета прямые бюджетополучатели имеют еще одно свойство про которое периодически забывают у них нет других источников финансирования не в том смысле что они могут деньги собирать такое бывает что казино учреждения собирают деньги например органы по управлению имуществом там или их подразделение какие-нибудь неподразделения под бизнес учреждения они запросто могут заключать договоры аренды продавать имущество деньги зарабатывать называемые неналоговые доходы но это не налоговые доходы не этих учреждений не этих органов это доходы бюджета и в этом плане мне например интересно когда муниципальное образование санаторий рассказана санатории есть казенное учреждение я потихонечку так начинает накрывать я говорю а как он работает как нормально работа 44 мне дождите он что делает он там отдыхают дети например а дети отдыхают бесплатно нет путевки продаются но это правильно санаторий как правило идут через на самообеспечение то есть им нужно сформировать стоимость путевки продать нужное количество путевок и это и есть их доход за счет которого они платят зарплату и живут то есть эта деятельность хозяйственная коммерческой иными словами казенное учреждение коммерческой деятельности заниматься не вправе как же вы это сделали ну вот так мы собираем деньги как неналоговые доходы загоняем их потом в это учреждение по смете ну и дальше есть один приятный бонус виде налоговой проверки которая говорит подождите а если бы это было бы на самом деле правильно организованных у нас был бы налог на прибыль реализация есть наук на прибыль да если может не быть а наук на прибыль то должен быть а вы крутнули деньги через бюджет и довели их как смету значит нет налога на прибыль вы зачем это сделал вот так то есть не надел казенное учреждение с получателями хозяйственных денег поэтому казенное учреждение все что-то сдает в аренду это деньги не его до должны поступить в бюджет вот поэтому казенное учреждение исходя из этого имеющие один источник финансирования но и органы власти точно также не могут оказывать платные услуги и оказывается целиком и полностью 44 законе как только вам бухгалтерия ответила на на вопрос если бюджетная смета да вы понимаете что вам светит только 44 закон больше никакой на свете вы полностью в его власть бюджетные учреждения российские реалии таковы что после изменений бюджетный кодекс и законодательство гражданское у нас появилось 3 типа учреждений казенные самые бесправные бюджетные где-то посерединке находятся и автономные таком виде они находятся по возрастанию их возможности в хозяйственной сфере в хозяйственной активности вот бюджетные учреждения оказались еще и не получателями бюджетных средств это странная история но уже давным-давно пройденный этап и бюджетный кодекс не поменяешь то есть списки получать бюджетных средств их нету они также как автономные учреждения как и любые другие хозяйствующие субъекты могут получать бюджетные деньги но на основании соглашения выделение субсидий под госзадание это муниципальное задание выделен выделяется определенная сумма они за нее отчитываться это больше похоже на заключение контракта с органов власти просто называется деньги не по контракту а по субсидии принцип примерно такой же например сидит мфц мфц отчитывается пусть по количеству принятых граждан и выданных документов за каждого принятого гражданина выплачивается 1000 рублей за каждый выданный документ выплачивается 2000 есть план есть деньги сверстно исходя из этого плана конец периода отчетного начальника мфц видит что план недовыполняется зовет своих сотрудников материал проверки зовет своих сотрудников надо план срочно выполнить как хотите ну как людей же не загонишь не может стоять заходи и заходи и вот каждый сотрудник перед началом работы должен был подойти к аппарату и ввести несколько фамилий получить несколько талонов беда и несчастье было в том что их застали именно за этим делом когда проверка пришла проверка приходила с утра и наблюдала эту картину и потом в акте проверки это все написано им забыли сказать что мы в период проверки надо остановить эту практику вот проверка уйдет тогда занимайтесь дальше кроме шуток на самом деле абсолютно серьезно они все об этом знали руководство то знаем до них не довели бюджетные учреждения могут быть в сорок четвертом могут быть 223 одновременно законах могут быть только сорок четвертом изначально в той части которой мы получаем финансирование из бюджета мы в сорок четвертом с бюджетными учреждениями без вариантов вообще строго говоря все что из бюджета выделяется это все сорок четвертый закон хоть ты какой хозяйствующий субъект будь ты даже акционерное общество с госучастием люби с госучастием деньги бюджетные все и исключение тогда мы можем попасть 223 закон когда мы осуществляем хозяйственную деятельность бюджетном учреждении эти деньги заработанные нами больницы например классический пример бюджетного учреждения есть отделение платных услуг мы зарабатываем деньги мы их можем тратить через 223 закон там легче там мы не должны заранее запланировать сколько у нас человек ноги сломает сколько нас будет там операций на голове на на желудке и так далее заранее мы же не можем этого сделать на план график сверстать там все проще с планированием там все проще с единственным поставщиком и со срочными законами вообще с закупочным циклом там немножко проще ну и редкий случай это гранты и когда мы выбираем соисполнителей будучи сами исполнителями по гос или муниципальному заказу бюджетное учреждение мы выиграли торги победили все хорошо значит выбирая соисполнителя можно у кого здесь 23 автономки целиком и полностью в 223 автономные учреждения не тоже не является бюджетополучательным тоже могут получать на финансирование в виде субсидии но работают даже в рамках этой субсидии по 223 закону единственное исключение когда деньги целевые на недвижимое имущество связаны с вложением в объекты капитальный капитальный объект госсобственности но они естественно будут основными средствами недвижимость она как правило в учете по-другому не отражает вот то есть им дают деньги ну например на техническое перевооружение мфц въезжает какой-нибудь будучи так пусть пациент при автономное учреждение стало открывает новый филиал ему дают деньги на обустройство этого филиала эти деньги будут тратиться по 44 закон какой-нибудь завод акционерное общество оборонные ему дают деньги на то чтобы модернизировать производство купить новые станки эти деньги по 44 законам не смотря на то что весь завод по 223 прекрасно работает гупы-мупы несчастная категория у кого есть в подведомственных пожалейте их потому что недолго осталось 44 закон это гвоздь такой прям серьезный гвоздь в крышку их вообще должно было давно не остаться но они как-то еще вот закона приватизации принимали ну или вот еще два годика это были планы там сократить число гупов-мупов как неэффективно хозяйствующих субъект они многих эффективно хозяйствующих пережили рад при этом не все благополучны обучалась теплосеть которая 2 миллиарда долга но это как-то надо надо пережить когда у тебя есть долг взяты еще под драконовский там 20 процентов годовых взяты 2 миллиарда ну как то надо это все дело тащить вот с 1 января семнадцатого года они перешли эти гупы-мупы полном объеме 44 закон за что их так вообще это изначально идея противоестественной мы с вами сказали бюджета получатели до целиком и полностью а мупы-то с гупами за счет чего они ближе к бюджетным учреждениям то есть если вы получаете деньги из бюджета ну хорошо а если вы полностью на самофинансирование ну какой какие бюджетные деньги в организации жкх за что и как может предприятие работать 44 законе ведь сам закон задумывался как закон ритмичный которым где мы заранее знаем сколько мы потратим заранее подходим к процедуре торгов за полгодика желательно начать процедуру подготовки делать тех заданий обосновать так далее а что приходим на предприятие чтобы что там происходит ну во первых чем отличается госзаказчик от госпредприятия квалификационные требования каждому сотруднику госзаказчика это наличие высшего образования желательно повышение квалификации по госслужбе там по всему то есть это уровень очень квалифицированных сотрудников по требованиям я имею ввиду не по факту а по требованиям предприятия кто там основной контингент среднее специальное либо вообще просто вот от сахи человек поднялся что ему такое госзакупки что на такой 44 закон и торги на электронных площадках это это где руководство может быть что-то понимает но буквально на прошлой неделе встретил два предприятия нет три предприятия которые муниципальные категорически были не согласны с тем что они уже второй год находится 44 законе они подошли спросили вид оправдали что мы в нем есть вот мы с этим не согласно я присел вы вообще не работаете нет не работаем и нет как вот работали до этого 223 они особо не работали они тоже с ним были не согласны вот мы читаем открываем статью 44 закона с уже с изменениями и и читаем наоборот то есть там написано что госпредприятия работают 44 законе за исключением случаев где они сами зарабатывают деньги там с исполненными случаем соисполнительства виноват не сами зарабатывать денег соисполнительства грантов и так далее они читают эту фразу переворачивать наоборот вот если гранты и соисполнительства то мы находимся в сорок четвертом а в остальных случаях 223 и вот 223 нам говорит как раз об этом все строго не вот все не так вы все неправильно многое наши соседи обратились к адвокатам и адвокаты им написали заключение что вот они не могут никак быть в сорок четвертом законе уже сидела я говорю адвокаты идиоты вам уже наработали себе штраф почему вы личного директора двое директоров на вас на каждого по полмиллиона висит ну по минимуму просто если не напрягаться планов нету нету 15 тысяч штраф за то что планы хотя бы не опубликовали отчетов об смп нету еще полтинник штраф за каждую закупку свыше 100 тысяч по полтиннику вы чего делаете мы все равно не согласны и ушли и они правы в том что с этим соглашаться да не положено почему так получилось мы будем с вами говорить о том что законодательство несовершенно его разрабатывают люди несовершенные вот эти несовершенные люди в шестнадцатом году так может быть что там еще какое-нибудь подобное решение могут быть принято поэтому надо понимать как все происходит в стране в шестнадцатом году правительство решили что она знает как справиться с одной большой проблем проблем проблема называлась слишком много конкурсов по стройке и в этих конкурсах наши не могут победить я уже от себя добавляю конечно такое не говорю ну кого волнуют конкурсы да и чьи конкурсы волновали естественно волновали конкурсы региональный в первую очередь потому что ну уж федеральных конкурсах то наши побеждают я имею ввиду столичный стройкомплекс там они побеждают и все нормально это не правда но мы даем огромные деньги на инфраструктурные проекты строится школы и детские сады дороги строят и вот фрадокс строятся дороги курской области там выигрывают курские подрядчики строится в волгограде там выигрывают чеченские подрядчики там нет волгоградский в общем смотрим везде и оказывается что наши пробиться туда не могут почему не могут потому что губернаторы проводят конкурсы и в этих конкурсах есть критериальная оценка которая в общем правдами и неправдами выводит на первое место местном местный бизнес а это нельзя так делать нужно же делиться мы же вам выделили миллиард ну прошли может быть те времена когда вызывали в мюнфин и говорили с вас 20 процентов назад вот как хотите в этом торгуете вы там песни пойте но назад извольте верну тогда выделим деньги но может быть сейчас другие люди и более скромно скажем вот надо чтобы победил не побеждает чуть с ним будешь делать не снимать же губернатор такой войти и не побеждает значит нужно внести изменения какие изменения были внесены в мае месяце шестнадцатого года есть такой аукционный перечень в него маленькие маленькие пунктик внесли но это маленький пунктик и вернул жизнь большой страны там было исключение сделано для больших там больше десяти миллионов закупок по стройке они выводились из аукционов можно было проводить интеллектуальную процедуру закупки выбирать не только по цене но еще и по курицирующим признакам участник так вот убрали это примечание оставили конкурсах только особо опасные технически сложные уникальные объекты и помня что в борисоглевский мост упал на подрядчика искусственно дорожное сооружение на дорогу все остальное сами дороги остались перевели в аукцион после того как это постановление было подписано даже распоряжением это распоряжение аукционный перечень совещание во всех губерниях во всех 80 на тот момент начальники строительных подразделений администрации или правительства или еще чего-нибудь приходит губернатором и говорит все все плохо то что я сейчас говорю когда приезжаю в муниципалитет готов начинаю с того что все плохо если вы еще не присутствовали на похоронах вашего местного бизнеса то самое время к ним готовится также и они и они на тот момент все теперь у нас будут аукционы и наши местные поставщики из подрядчики до будут соревноваться с московскими строить чтобы было понятно что такое московский стране стройкомплекс то это одна строительная компания это примерно три области целиком у все строительные компании трех регионов это одна московская строить группа пик какая или дескать никто очень не понятно ученый с ним можем сделать далее все заберут вот все подчистую аукцион же потом прозрачная процедура попробуй победить ну скажите а цена самая низкая логистика и проблем сколько выдержит без госзаказа стройкомплекс в которой квартиры не покупают мало конечно надо подпитывать госзаказами представьте что выходит компания забирает все подряд год забирает все ситуацию мы сейчас вами рисовали в excel год я забираю все а потом никого больше не остается совещание губернатора все губернаторы придумать вариант решения все разошлись и потом все придумали вариант решения он оказался один но зато какой также мы раньше на этого не додумывались но потому что на правительство не подкидывало задачи а мы-то вы думали что мы конкурсы проводим мучаемся а можно же эти деньги отдать областным губом губ по капитальному строительству кому можно их раскидать на дороге одному губу жкх другому губу третьему там школы эти деньги превращаются из 44 законов зону 223 переходит а там дальше мы можем творить все что угодно потому что там мы деньги тратим по нашему положению за это мы напишем что если это школы то мы их естным поставщиком если это дороги то единственный поставщик и всех соберем в зале скажет тебе столько тебе столько а тебе ничего иди отсюда класс здорово давайте прошло лето 16 года правительство отдохнуло с новыми силами сентябре выходит на работу вызывают минэкономразвития но рассказывайте как там дела с конкурсами нашими как там наши строители все ли довольны все ли все принесли но есть две новости хорошая и плохая хорошая новая заключается в том что конкурса действительно не стал кто при такой схеме будет конкурса а плохая новая заключается в том что стройкомплекс наш как сидел так и сидит реноваться и что в чем проблема только губернаторы какие хитрые стали взяли все деньги губам раздали и глупо их по своим распихали если раньше мы хотя бы в электронных аукционах в конкурсах могли участвовать и может быть даже где-то по чуть-чуть побеждали то теперь прям все сто процентов наглухо правительство не предусмотрела возможные варианты возможные последствия своих решений ну ровно также как вот мы с вами говорили 120 процентов налогов доходов из лица очокует в этом случае пополнится бюджет налогов до 0 там будет абсолютный получает 20 тысяч зарплаты 24 из них надо перечислить как это сделать да никак вот так же и здесь значит правительство принимает второе по степени важности решения ах так уже эмоция пошла а хоть и губернаторы ах их всех вон где пересажаем но перед тем пересажать давайте накажем сначала глупы и через них же это все происходит когда мы сделаем так что как бы они не тратили бюджетные деньги куда бы они их не засовывали все эти бюджетные деньги будут тратиться в рамках сорок четвертого закона давайте мы все глупы прям максимально быстро раньше чем с нового года не получится ну вот максимально быстрым же цепешки надо получить казначейство вопит горит я столько бюджета получателей не внесу у меня не готовая система давайте три месяца вам и чтобы они все оказались сорок четвертом законе решение принималось настолько поспешно и необдуманно что с 1 января проснулись сорок четвертом законе даже оборонные предприятия и даже те предприятия которые сидели под санкции представители картин алмаз антей у меня делается с 400 приходится у нас нет металла потому что нам нужно его покупать на электронном аукционе ну ладно мы выставляем его на электронный аукцион а там никто не приходит по той причине что с нами нельзя работать потому что мы под санкциями а все же прозрачно мы же публику публиковать должны контракты с реквизитами этой организации нам нужно что-то купить прибор ночного видения израильский а с нами никто не будет работать на что мы обязаны контракт опубликовать в реестр доходило долго это еще дольше выходят еще дольше доходило для этого потребовалось два года действия санкций а здесь два месяца доходило где-то феврале вышел перечень по которому мы изменения в законе естественно что системные госпредприятия оттуда могут выбежать потом дошла речь до аптечных глупов аптечные глупы пришли и говорит вы чего хотите и они разумно тоже осуждают быть мы с вами готовимся мы работаем 44 как они до этого работали это отдельная история они 223 они заключили все договоры до 223 рамочные ну как бы заднее число может быть некоторые правда имели со всеми оптовыми компаниями в регионе так можно и под эти договоры всю жизнь тащили без 223 нет вообще не трогай у нас рамочный договор который может поставить что угодно когда угодно по какой угодно цене он месяцем раньше чем вступил силу 223 и вот миллиарды тратились вот таким образом но 44 законом страшнее там весь 23 можно было морочить голову многим а теперь то трудно это не приходит как мы будем торговать немножко касается тема этих заданий как будем торговать с вами нам же нужно обеспечить ассортимент 5000 товарных позиций 5 тысяч из каюк должен быть на полке чтобы пришел человек бабушка пришла говорю хочу ножку что это голова болит а играет бабулька смотри вот на том стеллаже дротоверин сверху донизу я ножку хочу вайер знаешь мы когда покупаем мы ножку написать не можем мы пишем манэнэ знаешь такое манэнэ это то что вот в той бумажке написано которая лежит и где есть референтные цены там сбоку посмотреть вот мы пишем манэнэ или химическое наименование если международного непатентового наименования нет манэнэ дротоверин хоть мы трижды разобьемся нам привезут самый дешевый телевизор 55 дюймов больше ничего писать нельзя самые дешевые будут ввести вот сколько того самого дешевого с одинаковым манэнэ позиции так 200 из 5000 скаюк вот у нас весь ассортимент аптеки будет 200 позиции ладно когда это в больнице тут уж не до жиру привозят больного врач кричит срочно ему пенициллин и никого не волнует какой это пенициллин какой товарный вот и лучше даже если он не у них вот вот одинаковый потому что не приходится думать дозировку смотреть чего куда какие помним да что от него сыпь будет везде ну хотя бы всех сыпь на этаже всем в кололе у всех сыпь знаем чем ее лечить там если он препарат который сыпь лечит все мы тоже купить от одного сыпь и другого еще чего-нибудь если разные для больницы это вполне нормально а вот для торгового предприятия это смерть но не будет ничего продаваться они обоих они правильно говорят год прошел их выключили из 44 вернули обратно 2 из 23 сейчас начинает потихонечку пищать водоканал тоже правильные истории абсолютно правильные они не так и мне так страшно работать сорок четвертом но есть угроза которая называется терроризм водоканала есть расходный материал который запрос сыпется в любой резервуар с водой называется гипохлорид натрий хлорирует воду я например международный террорист какой-нибудь да там недобитый приехал сюда как бы мне потравить половину народа населения определенной территории не поверите на это еще деньги заработать я начинаю с чего я не собираю бомбу не собираю там оружие у меня есть баночка с цианидом там или еще с чем с рицином я получаю электронную подпись как законопослушный гражданин я регистрируюсь на электронной площадке сбербанк вас жду торгов по гипохлорид натрия который там каждый квартал или каждые полгода публикуются любым водоканалом выигрываете торги по любой цене мне ж не жалко покупаю мешки этого гипохлорид туда засовываю по чуть-чуть рейцина и отдаю на те когда разберутся путь поздно никто никогда не смотрят давно вот это посмотрите есть у них лабораторный анализ того что привозится это вот раньше знаете как у президента может быть такой кто там водичку налили выпили там нет все нормально живой его во первых столько мало нужно чтобы потравить народ что не выявится в обычными лабораторами потом но это же мешок с он же есть я еще деньги за это потребую потом ну надо что помер вы же приняли меня накладная подписана говорит еще заплатите мне денег вы что делаете почему это настолько рады водоканал и каждому поставщику по гипохлориду потому что ну вот я знаю как им трудно отыгрывать это все было но ими даже будут рады он скажет еще привозить следующих тоже принимаем участие у нас их нет было бы на может быть и не очень да не очень комфортно работа мы их нет на кто например так они сами строят или они заказчики выступают если они выступают заказчиками вообще все равно они же сами у них есть люди которые прорабы там рабочие техника или они это все уже сдали в аренду некачественный материал и это повсеместная история у нас никогда не было качества материала это все хорошо это это терроризм он уже присутствует вы правы до этого 44 закон не нужен и так купят потому что его выгодно покупать да мы будем с вами говорить о том как сделать дороги в рамках госзакупок сделать дороги более что было интересно делать качестве дороге я тоже самое рассказывал городским администрациям рассказываю удивительно простые вещи не надо никаких там контрактов жизненного цикла и прочие истории тяжелые расскажу как как сделать я расскажу кто будет против все все бабы все бабы еди я их всех вам поименно расскажу кто именно будет сильно профи а там есть несколько категорий народа которые будут возмущаться что так не делается мне только липецкий обрадовали полгода назад чтобы у нас сейчас вот этот вопрос обсуждать чтобы вот именно так заключить контракт доберемся до этой темы расскажу как ему будет эта история опробирована на практике мы так делали и подрядчик потом бегали и устраняли все недочеты три года бегали устраняли недочеты никаких из германии с германии разговаривали знакомым недавно там главы или зам зам главы администрации съездили вид нам показали немцев такие же муниципалитеты для обмена опытом и когда мы спросили вид у вас как там ведь с ремонтом дорог обстоит они где сначала даже не поняли приводчик она перевел это какой-то ремонт дорог ну как как вот когда в дорогу построили через год там я мы появились пока вот договорились до определились это что у нас у нас ведь такого в принципе нет нас строительная организация если построила дорога на этом семь лет содержит и там ничего не происходит потому что она всю эту стране косям не устраняет и мы лицензии лишаем и она больше никогда в жизни ничего не получится другая страна большая и можно везде где-нибудь поездить поделать это да но вот ну расскажешь кто еще может быть сорок четвертом законе до гупы мупы вылазят из 44 закона потихонечку если у них деньги получили по госзаказу тема гупов мупов для бюджета это прям краеугольный камень сейчас тоже скажу значит когда глуп является исполнителем по контракту вот тот самый ваш пример когда гуп например сам пытается что-то построить он выиграл торги и дальше ищет субподрядчиков или материалы может их искать по 223 закона как-то ради примера начали искать в липецкой области торги по строительству дорог и не нашли и не нашли окажется что есть один и молодцы они этот пункт использовали во благо они взяли какой-то губ сказали вот у нас теперь все ремонтные работы по дорогам это вся сумма это одни торги и одними торгами отторговали естественно один участник самый большой самый мощный один год до всех всех своих строителей жаждущих получить подряд они собрали скале если кто-то заявится вот не обижайтесь ну во первых там есть экономические основания почему бы не заявиться потому что нужно открывать сумма большая несколько миллиардов нужно открывать очень большой уровень допуска поговорим по сыро по допускам сыро уровень ответственность там гигантские суммы гигантские а гупы могут работать без допуск сыро без честно поэтому то что гупу бесплатно всем остальным огромные деньги ну и потом ну ты вылезешь ну как бы тебя и прихлопнем смотри да да по дорогам фас этим может бороться конечно у фаса есть отдельное основание почему бы с этим бороться но поскольку всех предупредили не лазьте и не жалуйтесь вроде никто не жаловался это прошло все дороги объединили вот огромный лот забирает губ и дальше он через 223 распихивает туда куда необходим прекрасная схема одна проблема глава шум вас тихо молчал потому что есть вопрос относительно объединения чрезмерное укрупнение лота с точки зрения фаса это ограничение конкуренции ну да она так и мы так специально делаем вот мы это лазеечка такая маленькая остальные юрлица какие-либо могут быть тоже как и говорили автономные учреждения примерно в таком ключе получая бюджетные инвестиции на капитальные объекты получают их в рамках 44 закон были случае к этом завод просто завод частный абсолютно кирпичный завод имеет котельную себя которая отапливает не только сам завод но и рядом близлежащие дома котельная старая дома перемерзают нужно что-то делать муниципалитет говорит давайте мы вам денег выделим мы тут выбили грант на давайте потратим на новые газовые оборудование в котельную но с вас тоже день и на паритетных началах в виде субсидий выделяются эти деньги в этом случае оборудование и реконструкция будет торговаться по 44 закона кто еще у нас терминологиях есть участник участник закупки термин просто прекрасный участник закупки любое лицо но любое понимаем буквально абсолютно любое и просто физлицо баба нюра которая хочет на пенсии спокойно сидеть но немножко гардеробе подрабатывает в театре с ней заключается гражданско-правовой договор а иными словами контракт который по 4 статье лимиты наши расходуют поэтому те кто заключает много договоров гпх могут столкнуться с ситуацией что они съели этими договорами весь свой двухмиллионный лимит по четвертому пункту до статичников и у них на какие другие нужды не хватает в этом случае особенно это касается мупов гупов можете посмотреть у нас появились мы торгуем людей в последнее время рабов раньше привозили на рынке сейчас у нас торгуют людей запросами котировок в основном потому что электронную цену как баба нюра затащишь в электронную цену появляются вот запросы котировок потому что в этом случае мы не тратим драгоценные лимиты по единственному поставщику баба нюра вместо заявления на прием на работу подписывать котировочную заявку но она же одна там будет по начальной цене там другая проблема она носит характер ей нужно разъяснить почему у нее в контракте будет написано в год за 10 месяцев даже проще было считать не 100 тысяч рублей за 10 месяцев цена контракта а больше станут написано 143 тысячи 200 рублей она будет думать что это мы эти деньги она расписывается за свои а этим и себе кладем в карман все и надо будет дать почитать вот смотри вот это вот за тебя столько государства хочет а мы обязаны это включить цену контракта в обычных условиях трудовом договоре сумма как бы не учитывать чтобы не нервировать работника а здесь у нас обязаны и высветить полную сумму налоги и взносы фонды до 13 и 30 и 2 десятых процентов и вот здесь баба нюра запереживает и здоровью нее пушать нос как же так я же я же уже пенсионер а вы за меня все еще пенсионный фонд пополнять причем пополняем на большую сумму чем тебе платить заметь работающий пенсион до определение поставщика и закупка вроде бы такие термины которые мы на них обычно не останавливались ну как бы даже если мы их неправильно будем употреблять ничего нам с не будет до вернемся к участнику немножко любое лицо есть исключение из этого правила одно единственное пока что помните какое исключение офшор офшорные компании не могут быть участием все остальные свежеобразованные только получил регистрацию предприниматели или юрлицо уже участник закупки уже квалифицированный уже все может делать определение поставщика и закупка термины простые собственно определение поставщика начинается и закупка тоже начинается с момента публикации извещения определение поставщика заканчивается последним протоколом который написано что у ромашка является победителем закупка заканчивается когда ромашка выполнила свои обязательства и заказчики заплатил контракт полностью исполнен казалось бы ничего не предвещает мы не ради критики мы ради того чтобы у вас возникли правильные ассоциации когда вы читаете то или иное разъяснительную бумаженцию казначейства или минэкономразвития чтобы это делали не просто вот видя да вот тут так написано что приехали мы в крым контролеры крыму задать вопрос как вы относитесь к заключению контрактов задним числом бывает иногда ситуации которые но никак по-другому в жизни не вырубить но объясняем что если вы торгуете кто это противоестественное явление потому что нельзя не зная заранее кто является поставщиком с ним уже подписать что вот он уже выполнял какие-то работы он уже половину благоустройства сделал и вот надо бы ему за это заплатить на сначала но есть случаи когда мы знаем что это за поставщик этот поставщик не изменится того что мы будем закупать или не будем закупать или вообще другого поставщика в принципе быть не может речь идет о коммуналке в первую очередь у нас есть присоединенная сеть там с другого конца газпром сидит или водоканал или электросеть и другого нам не дано и от того что мы заключим контракт в феврале месяце или в марте месяца мы его раз в год заключаем по великой мудрости чей-то это неправильно но мы заключаем раз в год можно заключать на много лет на самом деле по секрету скажу если вдруг даже в бюджете можно заключить на много-много годиков все очень просто значит на три года вы заключаете без малейшего сомнения на при бюджетные горизонт вы заключаете и не колеблитесь а свыше бюджетного горизонта бюджетном кодексе разрешено это но санкции администрации либо если это плюс мод на целевой программ у большинства заказчиков последнее время бюджетной программой коммуналка предусмотрена перестарались казначей они очень хотели увеличить объем долю вернее бюджета который тратится через программу и они загнали туда и коммуналку чтобы было больше показатели есть такой коммуналке в целевой программе быть не должно потому что нет результата как какого-то конкретного того что мы топим школу но но она туда за сумму стало быть у меня есть целевая программа до 2000 какого-нибудь 25 года в ней сидит коммуналка до 25 года я никого не спрашиваю заключаю контракт и забываю как страшный сон но там баба яга другая сидит там сидит бухгалтерия и казначей которые дать нельзя каждый год подписывай деньги выделены на три года трехлетки бюджетные у нас что тут чего напрягаться так она не доводит деньги они доводят на три года написано смета составлять на года но бюджет на три года надо открывать бюджетный кодекс надо его читать то есть надо не слухами бюджетном кодексе а вот именно прям конкретно вот есть норма дальше поехали заключили мы на год договор он истек мы по нему все выбрали не выбрали важно снова года положено с 1 января заключать новый договор ибо нас топят электричество поставляет даже с 1 января потому что 1 я все равно это продолжается и стоит пусть даже не рабочий мы можем отказать сделать декабре но контракт может зависеть согласование а может такое случится как у нас периодически случается с бюджетными несчастными учреждениями почему не с казенными деньги не совсем но близко казенным учреждениям которые в бюджетном кодексе деньги как правило доводит и смету утверждают вовремя мне утвердили смету там до начала года и я пошел заключать контракт есть лимиты расписанные по статей а бюджетные учреждения работают на основании плана фхд плана финхоз деятельности и есть уже сложившаяся традиция после того как главный распорядитель грбс главный распорядитель бюджетных средств утвердил сметы ему надо отдохнуть ну то есть он в декабре перенапрягся всем своим бюджетникам бюджет получателям смету утвердил и он где-то до марта отдыхает че он делает это отдельная история отчет издает а мы все важное и в марте начинает подписывать а у вас еще пфхд остались из года в год она пишет утверждается по входе по всей сети это не конкретно касается всей сети но чтобы не рвать сроки для них тоже сроки есть эти пфхд выходят 10 января дата не стоит утверждена 10 января такой грбс веселый полно таких подставок ничего не сделаешь заключить контракт раньше утверждения плана нельзя вот а потом доводится за не число значит я в марте начну заключать контракты прям спешном порядке раньше марта никак и в этом случае я должен как-то предусмотреть что январь и февраль были по этому контракту ну почему потому что мне за январь и за февраль притащат акты и счета в них должны быть реквизиты контракта я плачу по контракту как я это сделал ну вариант 1 неправильно написать что контракт ну можно можно написать что просто мы его заключили первого числа но в этом случае мы мы ничего не нарушим все хорошо но мы пропустим сроки внесения информации в реестр контракт а это ой как больно если это до 100000 но мы не вносим резко так и лучше не напрягаться сделать действительно задним числом но если это монополист на сумму больше 100000 мы не можем по четвертом пятом пункту его прогнать значит приходится его регистрировать а где-то еще извещение опубликовать значит нам приходится все делать правильным числом вариант 2 написать в нем что контракт хоть и заключен там 1 марта но действует вот это третий правильный вариант да действует с первого января так тоже нельзя потому что действие договора начинает с момента подписания значит написать надо по гражданскому кодексу норма все правильно распространяется на отношения возникшие дуне вот такая подоплек очень часто заказчики задают такие вопросы можно и нельзя всегда говорили да по коммуналке пожалуйста может не злоупотребляя видел однажды только один контракт конкурсные где написано было что за прошлый месяц до конкурса нужно заплатить такому-то лицу и там написано было название юрлица которому надо заплатить но однажды это был тер управление росимущество видимо все может платить мы правда не стали когда подрядчик спросила что с этим делать ну пусть попробует изыскать суде и мы поехали до объяснили контролером крымского вы знаете у нас тут есть пришло пришел журнал новый обзор практики там есть письмо казначейство казначейство получив полномочия по толкованию закона решила воспользоваться этим полномочиями ответила на вопрос здесь результивная часть была такая что нельзя заключать контракт распространяющие свои действия на отношения возникшие до их заключения и вот мы тут всем разослали письма что теперь больше так делать нельзя но это порождает больше проблем чем собственно и интересно стало а как же тогда как же они к этому выводу пришли поэтому всегда здесь читаем не только результивную часть но и читаем как они мотивировали мотивировочная часть была следующая ни одной статьи вообще на словом совсем потому что их нету прямая норма гк ни одного запрета 44 действует гражданский кодекс и и все хорошо ведь очень хотелось чего-то написать и вот писатель который писал он сделал следующим образом он начал с изучения терминологии нашел термины определения поставщика определение закупки увидел здесь что закупка начинается с момента публикации извещения и определение поставщика начинает с момента публикации извещения а значит контракт не может быть раньше чем момент публикации извещения Но это веселое толкование, потому что тоже довольно странно. Ну хорошо, вы считаете, что нельзя раньше публикации извещения. А что, со дня публикации извещения можно? То есть если я буду пользоваться этим толкованием, я напишу, что контракт распространится на отношения, возникшие с публикации извещения. И срок поставки течет с этого момента. Мы вас еще не назначили победителем, но вы уже должны нам были поставить. Мы говорим только про единственных. А они говорят про всех, не деля их направо-налево. То есть можете это разъяснение посмотреть. На него очень часто ссылаются в последнее время, потому что они первые, кто... Вообще-вообще просто. Просто не понимают. Ну, какие проблемы у казначейства со сроками заключения контракта. Им что нужно внести задним числом в ЕИС? Они это внесут. Они же сами ЕИСом-то владеют. Дали указание. Как у нас задним числом 1С может поправить? Так вообще нельзя. Но если вызвать у вас программиста, он все сделает. Он откроет период закрытый, он туда внесет данные и закроет его обратно. Можно же. Так вот, в чем проблема с доказательной базой? В этом разъяснении. Дальше мы то же самое, что и контролерам рассказывали. Смотрите. В этом разъяснении вы норму хоть одну видите? То есть толковать мы можем что? Когда мы толкуем правила поведения... Норма. Что такое? Это правило поведения, общее, обязательное для всех. С юрфака мы об этом знаем. Термины относятся к норме права. Обладают признаком правовой нормы. Есть в них правила поведения? Нет. То есть не весь закон является сбором правовых норм. Бывают законы, в которых этих правовых норм немного. Преамбула к закону. Сами термины закон. Это не нормы правовой. Принципы. Это тоже не правая норма. Правая норма это либо ты можешь что-то делать, либо ты не имеешь права делать, либо надо так делать. Какое-то подлежащее и сказуемое. Подлежащее, понимаете? Сказуемое это глагол. Есть глагол, нет глагола, нет действия. Толкуя норму, ты можешь выявлять смысл этой нормы. Ты можешь говорить, что вот эта норма распространяется на эти отношения, поэтому нужно действовать вот так. А толкуя определение, ты можешь прийти только к одному выводу, что либо определение неправильное, я, например, не согласен с определением участника закупки, что это любое лицо, но вот написано не любое лицо, а только квалифицированное, имеющее опыт, как это было раньше в законе о госзаказе. Себе купить их. Себе купить их. Не совместные торги, но скооперироваться к другой службе и купить на двоих, соседи есть. На федералы. У нас вот так и мы ездили. Я, слушай, с этой почты, чтобы они там прямой договор с отлично закупкировали, но мне же делать игру, не типовая форма. А я просто знаю, не нужно, мне понадобится, чтобы все закупкирование делать. Если типовая форма не устраивает казначейство, а у нас часто не устраивает по прямым договорам типовая форма, мы делаем с монополистами следующую вещь. Они на это все идут с удовольствием. Делается протокол разногласий в одном экземпляре для нас. Так, мы заключили договор, с которым мы убрали формировалку пенсии. И у нас получается, что мы сделаем договор на дни возврата. Убираем формирование машины, мы убираем, нафиг все вообще, контракт с почтой, влачем прикол. Выбираем формирование машины, да? Плажем письмально очень подробно. Да, да, я знаю. Это сумма вонскаре. Цену самого письма. Но нет. Факировал, включая еще и мы сумму самого письма тоже всегда. Это проблема расчета стоимости. То есть, как ее считать? Расщеплять, не расщеплять? По двум договорам оплатить или по одному договору? Пусть по двум договорам будет. Пусть по двум договорам будет. Значит, к типовой форме протокола разногласий вы работаете по своей типовой форме, мы будем по своей. Ну, если они как бы привыкли в один платеж, ну, мы вам заплатим, ну, двумя платежками. Ну, не переживайте. Вы можете не проводить этот договор. Выставьте нам там один счет условно, да? Пусть он будет не совсем правильный. Но вы же НДС не платите. Налог к вам не придет, не скажет, а почему у вас вот так, да? Ну, да, один счет выставил, мы с двух договоров по одному счету кинули деньги. Для нас это будет два договора, для вас один. Вот, ну, по крайней мере здесь, вот, ну, коррупции здесь нету. К чему вам могут придраться? Да, какой, почему вы такую схему сделали? Потому что вы соблюдаете 44-й закон, да, потому что вам положено делить, а им на это плевать. Ну, бывает такое. Вы можете с кем угодно заключить договор на доставку. С частными организациями, с запасом. Если у вас... А это другой вопрос, что они не конкурентоспособны по сравнению. У нас в основном письмо по лифаксу в Москву. То есть, по-моему, мы снижаемся в Москву. А вы должны, значит, они там... Ну, вот, когда подаем заявки, мы выбираем между Почтой России, между СДЭКом, между, там, не знаю, Пониэкспрессом. И нет, нет, не скажите. И срочная доставка, там, первым классом Почты России вполне себе. Ну, то есть, там сопоставимые вещи. Вопрос, то, что дешево, ну, да. Хотя, как, относительно дешево. Стал сейчас приличный тариф подраски. После Почтой, что является монополизмом, то есть, на пополнение точно России. Да, да, практика фасовская у нас теперь есть. Когда по маркам, по вот этим вот негашеным маркам, да, разрешено, были жалобы, почему заключались с единственным поставщиком. И вот, ребята, даже когда они были вынуждены объявлять торги, объявлять аукцион, выходили какие-то ростовские товарищи. Вот мы там марок где-то там насобирали. И сумели доказать, есть практика в консультанте о том, что вот это единственный поставщик и закон абсолютно. Это точка зрения некоторых. Но эти некоторые, как правило, не обучались. Прокуратура, да. Приходите сказать, что у вас контракт с опросом, где у вас написано, что у вас дополнительный поставщик. Ну, говорит, у вас не идет сам поставщик, да? Допустим, вот ресурс, он не может. У него свои нормы, восьмое поставление, типа контракта, да? Он не может потянуть, у них в свои нормы. Пока открываю консультант плюс, чтобы показать, что прокуратуре надо рассказывать. Вы к прокуратуре относитесь как? Как к органу контроля за законностью, надеюсь? Ну, надеюсь. Мы с этого с ними начинаем разговор. Вы контролируете законность. То есть мы говорим на языке законности, а не понятии. Да? Тогда приходится открывать закон. Статья называется «Контракт». Не помню, 34-я, по-моему. Да. Мне необходимо перейти, если я постучиваю. Да, вот. Просто недавно абсолютно мне показали предписание прокуратуры, в котором написано следующее. До 60 тысяч заключен, по пункту 4, до 100 тысяч на бензин. Дальше идет замечательный кусочек, жалко не скопировал. Прокурор открыл аукционный перечень. Увидел там бензин. Он там есть. В распоряжении правительства аукционный перечень, о котором мы то что говорили, вот несение змей. Дальше сделал следующий вывод, что раз он находится в аукционном перечне, то надо было торговать аукционом. 60 тысяч. То есть, на самом деле, что было на аукционный перечень. Да. Почему он сослался на конкретный пункт? Почему именно так нужно было сделать? Беда в том, что этот пункт состоит из двух предложений. Где написано за исключением в случаях, когда единственный поставщик запрос котировок запрос по предложению. Но ты дочитай до конца пункт, на который ты ссылаешься. Ну, вот про русскую словесность недавно целое даже общество было создано русской словесности, которое президент решил, что недостаточно мы нормально читаем и умеем изъясняться по-русски. Вот контракт заключается и условия контракта здесь за исключением. При заключении контракта в случае предусмотренных такими-то пунктами заказчикам могут не применяться, в том числе и пункт первый. У нас есть 93-й статьи. Условия требований частей 4-9 11-13 Ответственность где у нас находится? Четвертая. Ну так 10-42 Мы по этой причине знаем, что практика я же про наслоение практическое рассказывал про подходы контракта проиллюстрировали, что есть то, что в законе написано. А есть то, что мне хочется проверять и я буду насаждать у всех. Поэтому мы мы объясняем, что вы будете правы, если вы подпишете договор до 100 тысяч без условия в ответственности по 10-42. А другие 10-ти пастачки мало? А что там остается для единственного пастачка? Штраф 1000 рублей и 10% цены? Очень интересный пункт 10-42 что такое? Не ценовые. То есть там идет 1000 рублей 10% для нас. Там идет цена в общем штраф пения может включиться на контракт. пения 1-300 прекрасная пения. Ставьте изнасилы, да? Ну да, еще есть для нас на них это то, что хоть у меня не понимает, это не может объяснить. Это не ценовые может здесь платить? когда когда мы ушли в минус что ли? Когда предложение за плата за право? Нет, не оно. Там есть такой пункт. Это стандартный, это для СМП. вот это предложивший наиболее высокую плату за право выпечника. Не имеется им основного выражения? Основные обязательства не основные обязательства. Основные обязательства не основные. Да. Вы не приложили документы в счет фактуру не приложили. Товар поставили, документы не в полном объеме. 10% штрафа чрезмерное наказание за такое нарушение. Мы обязаны пункт, чем вы говорили. Да. Если да. То есть у вас что получается? У вас получается 10% вот этот штраф. У вас если СМП, ну, некоторые 3% пишут, это не совсем правильно, но и пусть с ним, да. Пеня, пеня, там двойная пеня для заказчика. Пункт про наиболее высокую плату за праву убираем, потому что такого у нас не бывает. Тысячи рублей оставляем, строительство, реконструкцию, субподряды убираем, заказчику тысячи рублей тоже и две пени. Все. То есть остается пункт, и с этим соглашаться-то. Другое дело, поставщику в принципе ничего не угрожающее. 10% штрафа, он может сказать, ну вот, а как же так, мы же так не договорились. Ну ладно, хорошо, почта не подпишет 10% штрафа. Ух ты. Ну ладно, мы скажем, мы не будем штраф начислять, потому что штраф, когда мы можем прям железобетонно. ну вот пеню хочу побольше поставить. Есть разъяснение, есть Верховный суд, который выдал в прошлом году обзор, где написано, что пеня может быть больше, чем вот этот минимальный размер, а пожалуйста больше делать. Без вопросов. То в суде можно снизить будет, не мы снижали, но можно больше. Поэтому, если хотите написать ни одна трехсотая, одна десятая в день, процента, пожалуйста, напишите одна десятая процента в день, тоже будете правы. А себе оставьте одну трехсотая, потому что вы не можете раскидываться бюджетным деньгами. Дело ваше, все хорошо, все правильно. Вот. Поэтому это 10.42, оно не сильно напрягает. Ну, что-то, ну, дать кусочек сделать, такой вот отдать поставщику, сказать, вот смотри, хочешь, хочешь, делай, но этот раздел, там, 5-й, 6-й, 7-й, оставь как и есть.